Здравствуйте, меня зовут Наталья и это мой канал MyUSStory. В этом видео я хотела бы рассказать вам о личном опыте, о том как я приехала в США, о моей легализации, поиске работы и вообще как сложилась моя жизнь. Я очень надеюсь, что это видео будет интересным и полезным для тех, кто хочет эмигрировать в США или тем, кто планирует приехать в США по какой-либо программе. Я очень надеюсь, что вы почерпнете и найдете для себя много полезного. Итак, первый раз я приехала в США по программе студенческого обмена Cultural Care Au Pair. На момент, когда я приехала в США, я уже закончила университет, то есть в принципе студентом я уже не являлась. Все началось на четвертом курсе. Я училась в педоинституте на ИНЯЗе, на преподавателя английского языка, когда мне на глаза пропалась брошюрка, которая была на кафедре английского языка, об этой программе Cultural Care Au Pair. Вкратце, что это такое? Au Pair – это няня, которая живет в семье. Эта программа рассчитана на год. Вам подбирают принимающую семью, в которой есть дети 1, 2, 3, 4. В принципе, вы в анкете сами указываете, сколько вы хотите детей в принимающей семье. С вами созвонится семья, если вы им подходите, они вас выбирают, а в ваши обязанности входит то, что вы не меньше, то есть не больше 45 часов в неделю присматриваете за детьми. Что это включает? Это отводить, приводить, отвозить, привозить детей в школу, это играть с ними, готовить с ними домашнее задание, кормить их, развлекать их, делать какие-то art projects, типа рисование, лепка и так далее, что хотите. Вам за это платят 140 долларов в неделю, как бы ваши карманные деньги. У вас есть 1,5 выходных в неделю, но раз в месяц вам положено 2 полных выходных. То есть вы можете работать полсубботы, а потом половину субботы отдыхать и еще плюс воскресенье, но раз в месяц вы отдыхаете 2 дня в неделю, а в субботу и воскресенье у вас 2 полных выходных, и в конце года, или в принципе это вам решать, у вас есть две недели оплачиваемого отпуска, вы можете делать что хотите, вы можете на две недели раньше в Россию, или на Украину, откуда вы там, уехать обратно домой, или вы можете путешествовать, и еще, что мне больше всего понравилось, так это то, что вы должны еще не только присматривать за детьми, но вы должны еще и учиться в любом из аккредитованных университетов или колледжей США, то есть семья платит 300 долларов в семестр за ваше образование, вы сами выбираете, какие курсы вы хотите пройти, английский язык, немецкий, все что угодно, и семья два раза в год за вас заплатит 300 долларов. Большинство выбирает изучение английского языка, я выбрала сначала итальянский, потом я выбрала немецкий. Вот. Итак, что нужно для этой программы? Во-первых, нужны водительские права, потому что расстояние в Америке огромное, и за исключением некоторых больших городов, общественный транспорт развит очень плохо, и поэтому придется передвигаться с помощью машины, естественно, возить детей в школу на машине. Далее, загранпаспорт, естественно, и еще нужно где-то 200-260 часов присмотра за детьми. Так как я училась в педагогическом университете, у меня не было с этим проблем, потому что у меня была практика в детских садах, в школах, в лагерях, поэтому эти 200-260 часов я набрала. И нужны, естественно, рекомендации, чтобы это как-то закрепить, чтобы действительно отработали 260 часов бэбиситером, присматривались за детьми, что у вас есть опыт присмотра за детьми. Конечно, тем, у кого есть младшие братья и сестры, намного легче. Как получить эти рекомендации? Опять же, если вы учитесь в педагогическом университете, вы можете взять эти рекомендации от учителей, от директора школы, от директора детского сада, от других вожатых, от каких-то супервайзеров. Если у вас такого опыта нет, опять же, вы можете взять эти справки от своих знакомых, если вы действительно сидели с их детьми, присматривались за их детьми, от своих теть, дядь, у которых есть маленькие дети, и они вам являются, например, двоюродными братьями и сестрами, вы тоже можете написать, что вы присматривали за ними, и также можете получать рекомендации от них. Они должны быть приведены на английский язык, естественно. Итак, как все это происходило? Я связалась с московской фирмой, это была EF, Cultural Care Au Pair. Сейчас эту программу прикрыли. Я знаю, что на Украине программы Au Pair еще существуют. В России я не уверена, я точно знаю, что Cultural Care была закрыта. Есть еще программа, была, по крайней мере, называется Au Pair in America. Она еще лучше, чем Cultural Care Au Pair, но я не знаю, закрыта она или нет сейчас. Ну вот, мы связали, я и моя подруга связались с фирмой в Москве. Нас пригласили на интервью, чтобы выяснить уровень нашего языка вообще, продолжать нам или нет этим заниматься. Они выявили уровень нашего языка, так как мы учились на инъязи, у нас проблем с этим не было. Мы просили успешное интервью и начали собирать остальные документы. То есть, это загранпаспорт для меня, у меня его не было, и еще водительские права. Ребят, если вы едете в Америку, я вам всем очень рекомендую. Я не хотела с самого начала водить машину, но у меня не было выбора. Если вы знаете, что вы едете куда-нибудь там в Нью-Йорк или еще в какой-то крупный город, где вам права не потребуются, я вам очень настоятельно рекомендую, получите эти права. Получите права и, ну, обычные российские права и международные права. Вам здесь это очень сильно поможет, потому что в некоторых штатах вы можете эти права или просто поменять, или сдать тест, как он, устный тест или письменный тест, он называется. Письменный тест без теста на площадке, на дороге. Это как я получился. Я водитель, я так и не научилась нормально, и я особо не старалась, потому что я знала, что семья, где я буду, им не нужен был водитель. Это была столица, и школа была очень близко, и водить было, в принципе, не нужно. Вот. Но эти права мне очень сильно помогли. Но самое главное, должны быть российские права и международные. Для международных ничего такого не надо делать. Просто заплатить дополнительную сумму, сфотографироваться, и они вам их сделают обязательно. Если у вас только одни права, не прокатят в Америке. Нужно, чтобы было двое. Российские и международные. Поверьте, вам это очень сильно поможет. Ну вот, как только я собрала все эти документы, там еще нужно было, знаете, сделать фотографии с детьми, калаш, ну и написать, это там то-то, я вот с этим ребенком там-то, мы делаем то-то, какой-нибудь опять арт-проект, вот мы рисуем, вот мы бегаем, здесь мы играем на площадке и так далее. Вот. А все эти калаши, письмо для семьи, вы должны написать так чуть-чуть, кратенько о себе. Вот. Все это отправляется в семью. Также вы заполняете аппликейшн, анкету, где указываете ваши пожелания, где бы вы хотели жить. Вы хотите жить в большом городе, вы хотите жить на ферме, в пригороде, на каком побережье вы хотите жить, в каком штате вы там хотите жить, сколько хотите, чтобы у вас детей было, в этой семье. И ваши пожелания и пожелания семьи как-то учитываются, и все эти документы отправляются в главный офис в Америке, и там уже вам подбирают семью. Я это делала со своей подругой. Мы были на четвертом курсе. В мае у нас уже все было готово, документы отосланы. Ей повезло больше. В июне с ней уже связалась семья, и в августе она уже улетела. И хотя мы обе брали академий отпуск, мне он не понадобился, потому что мне так семья и не позвонила. Я не знаю, с чем это связано. Опять вот по этой программе Au Pair, ну семья, ну максимум, максимум, вы должны ждать на 4 месяца, но не больше. Я ждала 9 месяцев. То есть в апреле, когда я уже заканчивала пятый курс, а моя подруга уже давным-давно была в Америке, мне начали звонить семьи. Но двоим мне пришлось отказать, потому что... То есть и они мне отказали, и я им отказала, потому что им нужно было, чтобы я приехала в июне или в начале июля, а у меня были уже госэкзамены. Естественно, я не хотела бросать университет и ехать в Америку, потому что у меня просто остался один месяц, несколько экзаменов и защита дипломов, все. И, в принципе, я сделала правильное решение, потому что в конце июня мне позвонила еще одна семья, в которую я в конечном итоге поехала. Это была одинокая мама с тремя детьми. Она их усыновила из какой-то республики СНГ. Было две девочки, мальчик. Девочке было 3 года, другой девочке 5 лет, и мальчику было 6 лет, он был старше. Жили они в Вашингтоне. В принципе, водителям был не нужен, хотя у нее была машина, она ездила на этой машине, но если я себя некомфортно чувствовала, то она сказала, окей, школа и плейграунды, детские площадки рядом. В принципе, если ты себя некомфортно чувствуешь, не переживай, в принципе, нам водитель не нужен. И она отослала приглашение, какие-то документы нужны для визы в посольство, и меня вызвали на интервью. Так получилось, что университет я закончила. То есть, когда я подавала бумаги, документы на визу в посольство американское, я еще училась в университете, а когда меня вызвали на интервью, я университет закончила буквально там 2-3 дня назад. Вы знаете, что чтобы получить визу, а я шла на J1, вам нужно доказать, что вас что-то связывает с домом, со страной, которую вы покидаете, что вы 100% вернетесь. Это может быть недвижимость, это может быть большой счет в банке, это может быть работа, это может быть семья, под семью я имею в виду мужа и ребенка. У меня, в принципе, этого ничего не было. Я не училась, я не работала, особого имущества у меня не было, ни машины, ни квартиры у меня не было. То есть, квартира была, она принадлежала моим родителям, она не была моей. То есть, у меня ничего не было. И перед интервью, перед собеседованием в посольстве, нас собрали всех там, семь девочек нас собрали в этом офисе Cultural Care Au Pair и, в принципе, они дали нам очень хорошие рекомендации о том, как себя вести в посольстве, как одеваться. Естественно, одеваться лучше всего, наверное, как вы одеваетесь, когда идете на экзамены. То есть, наверное, деловой стиль, немного консметики для девочек, для парней галстучек, рубашечка, пиджачок, брючки. Вот, ничего короткого, ничего вызывающего. Опять же, очень хорошие рекомендации нам дали. Там стоят камеры везде в посольстве. Будьте внимательны, как вы себя ведете, когда ожидаете своей очереди. За вами наблюдают, а не смотрят, что вы делаете, пока вы ожидаете своей очереди. Не берите с собой много вещей в посольство. Максимум, что вы можете взять, это, ну, может быть, кошелек и документы, о которых вам может спросить консул или кто там интервьюирует вас, собеседование проводит в посольстве. Если с вами идет кто-то в посольство, кто вас будет ждать, друг, папа, мама, неважно, отдайте лучше им ключи, телефоны, кошельки все, идите с минимум вещей, наверное, только документы, все, больше ничего. Было у нас семь человек, семь девочек. Практически у всех были очень хорошие шансы получить визу, потому что кто-то учился, кто-то работал, кто-то только что прям закончил и их сразу же оставили на кафедре, они тоже, в принципе, начали работать. И я, еще одна девочка, у которой был ужасно просто английский, я не знаю, как вы взяли, у нее просто отвратительный английский был, она еле-еле слова связывала. А я, которая ни к чему не привязана, не учится и не работает, еще одна девочка, тоже она, по-моему, закончила, нигде не работала, нам в открытую говорили, что 99%, что вам визу не дадут, потому что вас ничего не связывает с Россией. Вы можете иммигрировать вот так. Нас разделили на две команды. Первая часть девочек пошла в 8 утра. Я так понимаю, они вот и разделили по такому принципу, что пошла та часть девушек, которые на 100% должны были получить визы. Они учились, работали, учились, работали и так далее. Остальные девочки или с очень плохим языком, или как я, которая была посередине, не училась, не работала, или тоже кто, кто только закончил, нас отправили к 11 часам. Мы зашли в это посольство. Я вспомнила о том, что нам говорили, что нужно делать, когда вы ждете. Что я сделала? Я просто открыла папку и начала смотреть на фотографии детей, которые прислала мне эта женщина. Смотрела на них, улыбалась, там гладила эти фотографии. Читала то, что нам, опять же, в этом агентстве дали, про то, в какой я город еду, что меня там ожидать, какая погода там бывает и так далее. То есть я читала документы из агентства своего и смотрела на фотографии детей. Подошла моя очередь. Также нам еще сказали, ребят, не отвечайте на их вопросы кратко. Вас спросили? Да, нет. Вас попросили что-то показать? Показали. Я немножечко не так сделала. Это моя ошибка. Не делайте так. Никогда не навязывайтесь, не проявляйте инициативу, она наказуемая. Хотите вот это вот документ посмотреть? Хотите вот это вот посмотреть? Не показывайте им ничего, пока они сами не попросят. Не лезьте к ним. Я вообще, у меня сложилось такое впечатление под двум моим визитам в посольство, что решение уже принято. Дадут они вам, визу они не дадут. Интервью – это простая формальность. Ну, естественно, еще, конечно же, последнее решение за тем человеком, который проводит свои собеседования. Например, если на бумаге все выглядит идеально, фотографии идеальны, но заходят какому-нибудь бугай в майке, в шортах, весь с татуировками, с сережками, пирсингом по всему лицу, естественно, скорее всего, ему визу не дадут. Вот. Опять, у меня сложилось такое впечатление, что он уже принял решение дать мне визу. Я подошла, он у меня спросил, куда я еду. Я сказала, что я еду в Вашингтон. Он сказал, ой, да, а я тоже из Вашингтона. Ну, здорово, здорово. А по какой программе? Что за семья? Сколько детей? Как их зовут? То есть он мне всю подноготную про них спросил. А, слава богу, я знала, сколько им там лет, как их зовут и все такое. Тут я, конечно, сама. А хотите, я вам покажу их фотографии? Они у меня вот с собой. Он говорит, да, хочу. Я положила эту фотографию, показала ему, кто есть кто, как их зовут и все такое. Потом он мне спрашивает, вы учитесь или работаете? А я и не учусь, не работаю. Я говорю, вы знаете, когда я подавала документы, я училась в университете, но его только-только, вот несколько дней назад закончила. У меня есть диплом. Говорит, да, покажи мне свой диплом. Слава богу, я диплом этот привезла. Я показала ему диплом. Ну, что он сказал, окей, все хорошо. Тебе паспорт придет по почте с визой. Супер, я вышла. Мы пошли. И этой девочке, между прочим, которая со мной была. В общем, все девочки, которые были со мной, им всем дали визу. И с плохим языком дали визу. Еще там девочки, я уже не помню что-то, но тоже что-то подозревали, что они дадут. Мы пришли в этот Cultural Care Pair Office и узнали, что из тех, кому на 100%, как они все думали, должны дать визу, дали только одной девочке. И всем нам, троим. То есть из восьми человек дали визу только четырем. Вот, половине. Далее нам купили билеты, но так получилось, что я полетела одна. Не знаю, почему так случилось. Обычно все девочки из Шерметьева или из Домодедова вылетают вместе. Я вылетела одна в Нью-Йорк. Полет был для меня довольно-таки тяжелым. Я никогда не летала до этого и вообще никогда не была за границей до этого. Это был мой первый раз. Я полетела первый раз, но опять через Германию. Но так как я говорила на английском, чуть-чуть знала немецкий, для меня, в принципе, это было не проблема. Но сам полет физически был очень тяжелый. Я не спала. Шесть часов до этого мы в Москву ехали на автобусе. Потом я еще и не спала в самолете, потому что там ребенок плакал. Как я прилетела в Нью-Йорк, вот у меня просто blackout. Я вообще не помню. Я помню только, я вышла из самолета, и потом следующее, что я помню, я уже в зале ожидания в аэропорту, жду, когда за мной приедет представитель колчалки и ау-пэр. Я не помню вообще, как я проходила таможню. Вот ни грамма. Я даже не знаю, что это было быстро и легко. Я не помню, что меня спрашивали, я не помню, что мне там, какой штамм поставили. И этого не помню вообще. А когда я вышла, я увидела первый, ну, стоял представитель ау-пэр ин Америка. Так как я не знала, что такое ау-пэр ин Америка бывает, и просто ау-пэр, для меня это все одно и то же было, я кинулась к нему. Он мне спросил, как меня зовут, мне назвала фамилию, он говорит, а тебя нету. У нас, я думала, у меня будет инфаркт просто. Я бы прилетела неизвестно куда, что делать не знаю. Он говорит, покажи мне свои документы. Я ему показываю документы, говорит, подожди, подожди, так у тебя же калчалки и ау-пэр, это совсем немножечко, это совсем другая организация, за тобой приедут, не переживай. Поэтому я вам говорю, что ау-пэр ин Америка немножечко получше, поответственнее, чем калчалки и ау-пэр. Ну вот, потом пришли с других рейсов девочки из Германии, из Румынии, уже по моей программе, калчалки и ау-пэр, и мы ждали своего представителя, ждали очень долго, час-полтора. Девчонки позвонили, представительство, хотя было уже ночь, было где-то часов 12 ночи. Им сказали, да, простите, пожалуйста, наш шофер едет, он будет скоро, он просто застрял в пробке. Действительно, он приехал, через какое-то время посадил нас в мини-автобусик, и мы все поехали. Потом я поняла, почему он там так долго ехал. Везли нас в Нью-Йорке за город, конечно, везли, наверное, час-полтора. Приехали мы где-то в час в пол второго ночи, вот, привезли нас в кампус университета, я сразу же пошла спать в комнату, там спало еще два человека, две немки, две девочки, вот, и я была третья. И все, а на следующее утро подъем в 6 утра. Территория, конечно, на которую нам привезли, была огромная и красивейшая, потому что, очень красивая, потому что в городе, в котором я живу, он металлургический металлургический в России, и деревьев там практически нет, зелени практически нет. Здесь была просто красота, огромные лужайки зеленые, очень много деревьев, различные кампуса, их там очень было много штук, в одном мы спали, в другом мы ели, в третьем в интернет-кафе было, в четвертом тренажере, в пятом мы, у нас там тренинг был, и в общем, это был четверг, пятница, суббота, воскресенье, мы прожили там, кормили нас очень хорошо, шведский стол, три раза в день, поели, пошли на тренинг, на тренинге нас обучали психологии детей, о том, что делать, если что-то случится с детьми, какие проекты с ними можно делать, такие, опять же, по искусству, говорили о том, об аллергии детской, о том, как они себя ведут, о школах, о праздниках, и так далее, в принципе, очень информативный такой был тренинг, вот, и в субботу нас отправили в Нью-Йорк на экскурсию, это было общего, вы можете поехать, вы можете не поехать, кто как хотел, в принципе, мне очень понравилась эта экскурсия, очень интересная по Манхэттену, и мы на пароме этом плавали, и это был мой первый раз, когда я встретила, ну, первый мой опыт общения с русскоязычными, будьте осторожны, а в Нью-Йорке, вот, было очень здорово, опыт общения с русскоязычными, вот, честно, когда я приехала в Америку, я почему-то думала, что там очень мало русских, я не знаю почему, особенно в Нью-Йорке, я думала, что в Нью-Йорке вообще русских нет, в Вашингтоне, ладно, там посольство, но в Нью-Йорке, я думала, я была уверена, что нет русских, особенно на Манхэттене. И вот мы сели на этот паром, там, не знаю, штук 20 девчонок из различных стран, я подружилась с девочкой из Панамы, мы с ней сидим, разговариваем и слышу около меня родную речь, кто-то говорит по-русски, абсолютно без акцента, без всякого акцента американства, чистая русская речь. Я так обрадовалась, мужчина лет 45-55, разговаривал по телефону по сотовому, вот, он так кончил, я повернулась, ему такое лицо, вы русский! Он мне так смотрит, русскоязычный, с таким, с тщеславием, с таким, с, я не знаю, с высокомерием. Я говорю, а, да, извините, я подумала, что русский. Ну и чё ты тут, типа, делаешь? Я говорю, ну вот я приехала по студенческой программе, буду работать бэбиситтером. Чё это за профессия такая, бэбиситтер? Я говорю, у меня профессия вообще-то есть, вы за меня не волнуйтесь, я преподаватель, я закончила университет, спасибо, очень было приятно познакомиться, встала, ушла. Я была, конечно, просто поражена, не знаю, все там такие в Нью-Йорке, а, или мне просто так повезло, но я была просто в шоке. И всё, после этого я зареклась, я больше никакого русскому приставать не буду. Особенно незнакомому. Конечно, это и моя вина была, но мне, конечно, опыт был хороший. Вот, и всё. Потом нам дали час погулять по Манхэттену, очень мне понравилось. И в воскресенье нас всех отправили, кого на автобусе, кого на самолёте, в наши города, где мы должны были, наши штаты, города, где мы должны были работать опэрами. А большинство ребят было из Пенсильв... ну, должны были работать в Пенсильвании, Вирджинии, Мэриленд и как раз Вашингтон, что довольно-таки близко к Нью-Йорку, нас всех отправили на одном автобусе. Встретила меня моя хост-модер, вот, мамочка эта. И мы поехали с ней домой. Что меня поразило, когда мы с ней ехали домой? То, как она разговаривает с детьми. Вообще, не только она, все разговаривают с детьми. Но первое я услышала от неё. Во-первых, как она их называет? Только уменьшительно ласкательными именами. И Sweetie Pie, там, Сладенький, и Пчёлочка моя, и Дорогой, и Ребёночек мой. То есть, было очень приятно слушать. И парень, девчонки как-то стеснялись, а парень, ну, задолбал. И спрашивал её, не меня, её, и спрашивал, и спрашивал. Она ведёт машину. Ни разу она не повернулась, слушай, ты это, можешь замолчать? Ты видишь, я веду машину? Не отвлекай меня. Нет. Да, Sweetie Pie, что такое Sweetie Pie? Да, Honeybug? Всё время отвечала на его вопросы, пока не закончились, не нервничала, не раздражалась, не ругалась. Мне это очень понравилось. И она не делала это ради меня. То есть, она делала это, как она обычно делает. Мне очень понравилось, как она разговаривала со своими детьми. Мы приехали к ней в дом. Трёхэтажный дом. Самый обычный, не большой, не маленький. Ну, для меня это, конечно, вау, особняк был по сравнению с квартирой, в которой я жила в России. Вот. Домик очень хороший. У меня была своя отдельная комната, но душ я делила с детьми. Вот. У Host Mother, у приёмной мамы был свой душ. Вот. Ну, вот, в принципе, всё. Это первая, так сказать, первая неделя моего пребывания в Америке. Что меня поразило? Естественно, чистота на улице, как все говорят, и люди. Американцы очень дружелюбны. Они очень терпеливые, очень толерантные, приветливые, и они всегда готовы помочь. У меня было очень много ситуаций, когда совершенно незнакомые люди мне очень сильно помогали и вручали меня. Если вы едете по программе AuPair, что вам следует знать? Во-первых, просите изначально ваших приёмных родителей делать вам расписание. Как у меня получилось? Сначала было легко, потому что изначально моя Host Mother начала делать расписание. Потом как-то это всё забылось, прикрылось. То ли я не охота была, не знаю, то ли она забывала. Но она перестала делать расписание. И у меня появилась такая ситуация. Я знала, во сколько я начинаю работать, потому что мне надо было девочку забирать из школы, но я никогда не знала, когда я заканчиваю работать. И получилась такая ситуация, когда я как думала, мама приходит с работы, и я сразу же сваливаю куда-нибудь погулять в магазин, в тренажёрный зал. И один раз так получилось, что она пришла, и я сразу пошла к двери уходить. Она говорит, Наташа, ты можешь хотя бы один раз, когда я прихожу, сразу же не уходить? Я говорю, да, без проблем. Только тогда, пожалуйста, делай мне расписание. Я должна знать, когда я начинаю, когда я заканчиваю. Всё. После этого у нас с ней проблем не было в этом плане. Далее. Если вы едете а-пэром, или если вы работаете бэбиситером, ваши обязанности заключаются только в том, чтобы следить за детьми. То есть всё, что связано с детьми. Кормить, если приготовить, то для детей. Если постирать, то детскую одежду. Если убрать, то детскую комнату. Не позволяйте родителям навязывать на вас те обязанности, которые не включают в вашу работу. Особенно это касается русских девочек, которые самые, о, ну ладно, ну чё там, ну помою я. Один раз ты помыла, спасибо. Второй раз, спасибо большое, что ты помыла. А третий раз, а почему ты не помыла? Вообще-то это не моя обязанность. Я это сделала, потому что я хорошо к тебе отношусь, но я не обязана мыть. Опять у меня тоже такая же ситуация была. Ну ладно, чё, ну уберу, ну пропылесошу, ну помою. И потом, в какой-то день, Наташа, там на полу пол липкий, помой пол. Я позвонила своему куратору, ОПР, там предоставляя своих кураторов, и объяснила, что вообще-то это не моя обязанность, почему со мной так обращаются, я не нанималась мыть полы, я нанималась за детьми. Я говорю, да, не волнуйся, всё нормально. Я поговорю с этой, с мамой, с приёмной мамой. Действительно, потом мне эта приёмная мама позвонила, сказала, Наташа, прости, пожалуйста, я просто сорвалась, это не твоя обязанность, не волнуйся, я буду нанимать. Просто меня утром дети очень сильно довели, я просто сорвалась на тебя. Ты не волнуйся, ничего не делай. А с этого дня я найму людей, которые будут приходить и чистить дом, убирать дом. Вот. Далее. Минусы и плюсы этой программы. Самый главный плюс и минус этой программы может быть плюсом и минусом. Для кого как? Итак, это проживание. С одной стороны, это плюс, потому что, когда вы приезжаете по этой программе, вам, как по Walk & Travel, не надо ни о чём беспокоиться. Где найти жильё? Где найти работу? Всё. У вас уже всё найдено. Вас заберут, вас привезут домой, вам дадут комнату, вы будете работать, вам будут платить деньги. Это хорошо. И вам не нужно платить за жильё. И вы сами знаете, что жильё, конечно, съедает очень много денег. Тогда, когда я там жила у этой женщины, снять комнату, точно так же снять комнату в таком же доме стоило 500 долларов. А мне платили 500 долларов в месяц. Плюс, хорошо, что, во-первых, вам не надо беспокоиться, что вас вытурят в любой момент. Вы живёте там спокойно, вы кушаете за счёт семьи. То есть, вы можете вообще деньги не тратить на еду, только если что-то вам такое захотелось, а они не покупают, пожалуйста. Ну, вот, в принципе, и всё. Это, конечно, большой плюс. Ну, это же так же и минус. Почему? Потому что вы, ну, представьте, вы живёте и на работе. Вы как раб. 24 часа в сутки вы на работе. К вам в любой момент могут постучать. У меня, например, рабочий день начинался в 11 утра. Мне надо было забирать девочку. Вот, в 7 утра мне стучатся. Я говорю, что? Говорит, Наташ, вставай. Снег выпал. Я говорю, окей. Я тут при чём? И что? Оказывается, когда снег выпадает вот в этих районах, в Вашингтоне, в Филадельфии, может быть, в Нью-Йорке, всё. Жизнь замирает. Я потом поняла, почему, когда я начала водить свою машину сама, я поняла, почему, действительно, шины здесь не меняет. И едеть по снегу без шин, без зимних очень опасно. Тогда-то я этого не знала. Если бы я жила где-то ещё, просто-напросто мне позвонили бы, я сбросила вызовы. Сами решайте, что хотите. Мой рабочий день начинается в 11. Но я уже сказать ничего не могу. Поэтому для семьи, конечно, очень выгодно иметь a live-in, a nanny. Няня, которая живёт с ними. Потому что в любой момент, какая бы ситуация ни случилась, они всегда могут вас попросить с ними посидеть с детьми. Итак, мой рабочий день начался в 7 утра вместо 11. Вот. Это минус. Второй минус, что иногда вы просто хотите посидеть дома одни. Я не знаю, я люблю почитать книжку, посмотреть телевизор одна. Я не хочу, чтобы вокруг меня носились дети, потому что для меня это будет такая же работа. А я этого сделать не могу, потому что... Ну, да, приёмная мама объясняла, слушай, у неё в выходной. Ну, как ты детям, как ты трёхлетнему ребёнку, который тебя любит, объяснишь? Слушай, оставь меня в покое, я хочу посидеть одна просто. В своей комнате. Или хочу пойти посмотреть телевизор. Я пойду... Окей, в своей комнате ещё я могу одна остаться. Ну, пойти посмотреть телевизор в гостиную? Я не могу. Потому что дети также будут бегать вокруг меня, они будут... Они захотят смотреть то, что они хотят, не дадут мне посмотреть. Да и я в покое не смогу посмотреть какой-нибудь там русский фильм, например. Если я этого хочу. Это тоже. То есть, нет privacy, как говорится, личного пространства. Да, у тебя своя комната, но всё равно. В любом моменте дети могут постучать. Наташа, я по тебе скучаю. Можно я потом с тобой постучу, что ты нам скажешь? Нет, иди отсюда, у меня выходной. Они этого не поймут. И поэтому приходилось куда-то уходить, чтобы просто побыть с собой, побыть с друзьями. Это был тренажерный зал, или это прогулки, рестораны. Но лишь бы не быть вот на этом, на рабочем месте. Лишь бы не быть в этом доме. Далее. Ещё минус какой? Еда. Опять, это плюс и минус. С одной стороны, хорошо, ты не тратишь деньги на еду, которая в Америке, в принципе, дороговато. С другой стороны, ты ешь то, что они покупают себе. Мне, например, было стыдно сказать, ой, а можешь ты мне купить вот это, вот это, вот это. Она одна, мать-одиночка, не трое детей. Ещё я буду говорить, ой, купи мне вот это, купи мне то. В принципе, еду, которую она покупала, была очень хорошая. Она покупала в органических магазинах. Вот. Но иногда мне хотелось что-то другого. А приходилось есть... Ну, да, я покупала себе, но всё равно приходилось есть. Если там меня отправляли за йогуртом, то нужно было покупать тот йогурт, который дети любят, а не тот, который я хотела себе купить. Ну, и так далее. Дальше. Минус этой программы ещё заключается в том, что... Оперы на Америке не такая в этом плане строгая калчуралки оперы строгая. Нельзя пропускать собрания оперовские, которые проходят раз в месяц. Господи, как я ненавидела эти собрания. Моя хост-мазер знала об этих собраниях. Один раз она тоже должна была туда пойти, и она потом пришла и сказала, я понимаю, почему ты их ненавидишь. Во-первых, это была беззаловка. Например, у меня выходной попадал на этот день, а я должна переться на это собрание какое-то. Они, в принципе, были для кого-то, наверное, интересные, но не для меня. Например, там, сходить посмотреть американский футбол. Мне неинтересен американский футбол. На soccer я бы ещё сходила на русский футбол. На американский футбол мне неинтересен, как они там дубасят друг друга. Или пойти на каток. Я не хочу на каток ходить, я видела, как там люди падают. Мне это неинтересно. Но у тебя не было выбора, ты обязана туда идти. Потому что я не сказала насчёт оплаты этой программы. Эта программа стоит всего 500 долларов. А 500 долларов это на оформление документов, на рассмотрение и так далее уходит. И ещё 500 долларов вы кладёте депозит, который в конце, когда вы приедете обратно в Россию, вам возвращается. Но он не возвратится, если вы не посещали все эти собрания оперовские. И если вы не обучались в университете. То есть я обучалась в университете, мне хостматер предложила, я выбрала, как я уже говорила, французский и немецкий языки, ой, итальянский и немецкий языки. И плюс посещение этих занятий. Как я их ненавидела, но всё-таки в конце я добила, чтобы мне написали, что я их посещала. Хотя с некоторых я просто уходила, мне было неинтересно. В Au Pair in America, откуда у меня подружка была, там хочешь ходи, хочешь не ходи, им всё равно было. Я не уверена насчет депозита, был ли он или нет, но вот так. Познакомилась я со многими русскими уже в Вашингтоне, с нормальными русскими, которые так же, как и я, приехали по каким-то визам, пытались остаться, легализоваться. То есть это днепрожженные мигранты, которые уже прожили здесь 10-20 лет. Ну и через год мне пришлось уехать в Россию, мне очень не хотелось, мне очень не хотелось остаться в Штатах. Но перед тем, как я уезжала из России, нас, вот как раз это Cultural Keo Au Pair в России, это была инициатива русских, заставила подписать письмо, документ, что если мы не возвратимся, то с наших родителей, наши родители будут обязаны выплатить 14 тысяч долларов. И хотя юрист сказал, что этот документ нелегитимен, я не решила рисковать в России, все, что угодно можно случиться. Судьи скажут, слушай, скажи, да, вот по этому решению мы тебе дадим 4 тысячи из этих 14, и все. И моим родителям придется платить, если я не приеду. Я как-нибудь в следующем видео расскажу о том, какими путями я пыталась остаться здесь, чтобы иметь возможность приехать в Россию, показать им вот, что я, да, приехала, а потом обратно уехать в Америку. Я расскажу об этом. Также я расскажу о адвокатах, о том, какие способы они легализации предлагают, по крайней мере, что они мне предлагали. Вот, ну и расскажу о том, как я приехала по туристическим визе уже второй раз в Америку. То есть после года своего проведенного здесь, в Америке, по cultural care, я вернулась в Россию. Вот, ну, о том, как я приехала второй раз, я расскажу в следующем видео. Спасибо большое, до свидания.